Инспекторы Госпошнадзора отмечают, что посещать семьи, где есть дети, всегда волнительно. Несовершеннолетние – это категория, которая требует особого внимания со стороны огнеборцев. Ведь маленький человек в экстремальной ситуации может растеряться и не сообразить, как нужно вести себя при возникновении пожара. Уходить отсюда. Почему уходить надо? Потому что вдруг загоришься, вещи брать, детей забирать, документы брать. Все необходимо. На вопрос государственного инспектора о том, по каким номерам нужно звонить при пожаре, Вероника Антонова сразу же назвала все три. 112 с мобильных, 01 и 010 со стационарных телефонов. В рамках данного рейда мы особое внимание уделяем инструктажу детей о правилах пожарной безопасности, о том, как нужно себя вести в случае возникновения пожара. Значит, номер пожарной охраны напоминаем гражданам. Ну и вообще задаем, значит, вопросы касаемо пожарной безопасности, смотрим знания. И для того, чтобы знания были, инспекторы Госпошнадзора регулярно проводят подобные рейды. Ведь в ходе операции «Жилье» огнеборцы не только напоминают правила пожарной безопасности, но и осматривают состояние электропроводки и электрооборудования в домах губкинцев. Периодически, приходя к этим всеми, мы отслеживаем ситуацию с пожарной безопасностью в их квартирах. В основном она улучшается. Потому что человеку постоянно напоминаешь о том, что нужно те или иные нарушения устранить. Люди начинают задумываться и устранять, конечно, свои недочеты. А ведь даже маленький недочет, говорит инспектор пожарного надзора Муса Тагиров, может привести к большой беде. Чтобы предотвратить возгорание в жилом секторе и проводят огнеборцы профилактические операции. В следующий раз инструктаж граждан о пожарной безопасности инспекторы Госпошнадзора проведут перед Новым годом. Екатерина Склюева, Денис Гонцов, Новости Губкинского.